привет аленка привет привет друзья сижу в аэропорту решила выйти к вам прямой эфир немножко с вами поговорить потому что так давно с вами не была соскучилась если честно у меня такие были последние недели очень насыщенные и я конечно сама уже в шоке вот от того красиво это вон у меня фильтр инстаграмовский пассажиры оскин я вот так решила применить потому что конечно уже он немножко не успеваю вообще ничего вам меня хорошо слышно что приглашают на посадку выходу номер четыре внимание закончилась посадка в самолет вылетающий рейсом 1123 сочи москва шеренитева авиакомпания аэрофлот аленочка я тоже соскучилась так расскажите о расписании прямых эфиров конкурса от sony так расписание но сейчас она составляется у меня будет прямой эфир по поводу конкурса так сейчас скажу 7 числа 7 апреля я выдаст прямой эфир по этому поводу все остальные спикеры сейчас выбирают дни для того чтобы выйти в прямые эфиры по по конкурсу да давно давно не выходила я немножко вот у меня буквально есть наверное минут 20 чтобы с вами поговорить приехала в аэропорт вроде как зарегистрировалась вот сейчас есть немножечко времени чтобы с вами поговорить направляюсь я сегодня в аргентину до посадка закончилась направляюсь в аргентину на самом деле я что-то как-то переживаю за эту поездку посмотрим как все там сложится потому что как-то в общем подготовка непонятно прошла и ну съемки и не вполне немножко понимаю как все будет происходить и все таки настращали меня что такая страна немножко опасная сказали не бери с собой ничего там в общем ничего ценного поэтому да привет ребят привет всем поэтому конечно как то в общем переживаю спасибо спасибо что пишите вот последние две недели у меня были очень очень такие напряженные вот после поездки в америку я до сих пор если честно не перестроилась на нормально на московское время вот но сейчас в связи с тем что я еду в аргентину наверно мне это даже поможет спасибо большое за поддержку вот привет привет ребят а вот и потом значит у меня вот была поездка в киров и я очень сильно заболела в кирове вернее я начала заболевать еще в америке наверное потому что первый день там был теплый вот да я знаю про по поводу вот кто пишет что будьте осторожны я знаю по поводу юли за арха по поводу того что там происходит в бразилии ну и немножко конечно это меня тоже сейчас смущает моей поездки в аргентину но я надеюсь что там просто дело в том что в бразилии организатор который в общем который всех обманывает аферист вот юля сейчас там попала опять в ситуацию с ним где он не расплачивается ни с одним из спикеров вот это я все знаю он тоже меня звал к себе прошлый январь он мне писал 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 я слава богу тогда была наверное физически не в состоянии ну и в общем конечно как-то бог меня оградил от этого а вот что хотела рассказать ну я так немножко про себя если хотите значит кирове у меня прошел мастер-класс я его честно говоря провела так тяжеловато потому что начала уж заболевать очень был тяжелый путь киров потому что у меня да 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 спасибо да я я помню права я что-то как-то в общем даже не попробовала еще ваши масла к сожалению что-то я это да надо мне будет приеду обязательно это в суете все в суете как-то очень большой суете я сегодня опять не спала ночь собиралась в общем и это и у меня после кирова должен был состояться мастер-класс сыктывкаре и я до туда уже не доехала если честно а вот просто физически была не в состоянии сильно заболела вот и ну участники я я еще раз если кто-то смотрит меня из участников сыктывкарского мастер-класса я еще раз приношу свои извинения за то что я не доехала до вас потому что я правда давно так не болела как в этот раз видимо инфекция меня так сильно подкосила и ну я надеюсь что мы с вами встретимся в эфире 28 апреля и вы поучаствуете в моем онлайн мастер-классе который будет 28 апреля кстати идет полным ходом набор группы вот на этот онлайн мастер-класс который предназначен для тех кто не может посетить реальный мастер-класс вот если есть какие то вопросы пишите мне в личку так да и я конечно провалялась еще в отеле сутки в кирове с горем пополам вернулась домой с температурой и вот у меня было буквально четыре дня на то чтобы восстановиться я уже начала конечно пить принимать антибиотики до онлайн мастер-класс платный вы пишите мне в директ я вам дам всю информацию вот я уже начала к принимать антибиотики чтобы восстановиться потому что потому что потому что в общем не смогла справиться уже с этой инфекцией так ну в общем вот я вам немножечко рассказала почему я немножко подзатихла почему я немножечко мало выкладываю что-то пишу поездка на поездке подкосила болячка да так что вот как-то так сейчас все-таки еду вот уже в аэропорту еду в аргентину опять не близкий путь опять разница часовая во времени ну надеюсь что да слушайте птички чирикают у нас очень тепло в сочи у нас так хорошо а я как сейчас еду бонус айрес там вообще лето вот там вообще хорошо я как я сегодня собирала чемоданы там лето потом возвращаясь в москву на два дня в москве остаюсь и пришлось гардероб массу для москвы отправлять сегодня вот светочка как раз вышла на связь моя светлане для того чтобы как по приезду из бауэнос-айреса одессы в теплые одежды вот и провести уже там там три дня по моему буду вот как то так так то в общем то просто вышла с вами поговорить такой спонтанный прямой эфир чтобы вы были в курсе что у меня сейчас предстоит сколько дней получается 7 дней в аргентине следите за моими stories а вот буду вам показывать почитала сегодня еще раз про этот город такие отзывы интересные разные совершенно отзывы в сочи да я сейчас сочи на я улетаю сейчас вот через час улетаю из сочи такие интересные отзывы про этот город что он вроде бы такой наполнен преступностью и в то же время очень красивый что там везде на улицах танцуют танго и очень вкусная еда мясная в общем в общем буду показывать вам свое очередное путешествие ребят всех вас целую обнимаю люблю всего доброго до связи все ребят все побежала пока да да скиньте мне с и да 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 по поводу масел скиньте мне пожалуйста да я все почитаю тогда спасибо большое все всем привет всем привет и всем пока все